Друзья, всем привет! У нас раннее утро, 8 часов утра, и мы едем на выставку. Первый раз на этой выставке, вообще первый раз здесь. Кстати, вы знаете, что в этом месте первый раз вообще выставка. И я узнала об этом от своей соседки Элизабет, когда мы были в Оберсдорф. Рядом со мной стояла женщина, немка, мы с ней познакомились, и были там в Оберсдорф. В общем, мы сейчас приехали, я вам все покажу, как мы там разложились, и посмотрим, что и как будет сегодня. Постараюсь немножечко вам снимать. Все, пока, до следующего включения. Вот хочу показать вам, так выглядит наш уголок, который мы с Роби сделали. Вот так я все разложила здесь, чтобы видно сразу было пряжу всех составов, различные цвета, чтобы покупатели тоже могли все это и пощупать, и посмотреть, и карточка также. И, конечно, у меня здесь открытое место, чтобы люди тоже могли и сюда зайти, посмотрите здесь другие цвета, выбрать для себя то, что понравится. Вот внизу я просто положила там пакеты и кое-что еще из вязальных аксессуаров. Вот здесь еще тоже поставила вот эту пряжу, наверху вот у меня стоят носки, как раз Роби мне все сделал, очень красиво, презентабельно. Ну и здесь, соответственно, вот плакат. Сразу видно и здесь и QR-код, можно сразу подписаться на Инстаграм, видно Ютуб-канал и все. В общем, друзья, нам хороших продаж. Посмотрите, у меня еще один посетитель, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лариса, я живу в Афранцузском Тинамане. Лариса, а как вы узнали о моем канале? Я смотрю Дашу Некрасову и научилась у нее вязать круглую кокетку, и благодаря ей я связала первую мою лопопеси для моей дочери, потом связала себе. Лопоскоп я попробовала, тоже благодаря Даше, и потом я увидела, что она вас рекламирует, иначе мы тоже так фольгрируем. Спасибо большое! Даше, привет! Даша, тебе привет! Вот, наслаждаемся, вдохновляемся и все рассматриваем. Спасибо большое, что вы меня посетили. Спасибо вам! Друзья, меня пришла посетить моя зрительница Лариса. Здравствуйте! Лариса, скажите, пожалуйста, как вы познакомились со мной и с моим каналом? Да, это было случайно, но это было через страничку в Ютьюбе, через Маринай. Так как в детстве я вязала носки, и опять мне эта мысль пришла, что я должна связать носки. Я искала в Ютьюбе просто пятку бумеран, и так вышла на Маринай. Ну, и потом постепенно-постепенно уже познакомилась со всеми в Ютьюбе, и с Аленой, и с Еленой Яковлевой, и со всеми другими. Спасибо большое! Мариночка, тебе привет! Видишь? Особенно так ты познакомила меня. Мы всегда, когда выходит Марина на видео, мы сидим за столом, кушаем и смотрим, и даже муж подтянулся, он же прям подтянулся. Так, что надо его научить? Вот, приобрела пряжу. Киви. Маринчка, как ты вязала? Носочки тоже, да? Жаски мужу. Ясно. Спасибо большое, Лариса. Спасибо. Друзья, еще одна пришла моя зрительница, Луиза. Луиза, а расскажи, пожалуйста, мы уже давно с тобой знакомы, но вот интересно, наверное, моим зрителям тоже. А как ты познакомилась со мной, с моим каналом? Когда ты только начала канал виски. Это было 7 лет назад. И я попала к тебе, я как раз у меня, моя сноха была беременная, и я начинала вязать. И я попала на фитер-массе, там я осталась. Вы представляете, друзья, это моя зрительница с самого-самого начала. Ну, это вообще. Мы уже, конечно, с Луизой лично знакомы, общаемся. И Луиза тоже моя покупательница, она тоже вяжет носочки, не только носочки, плечевые изделия, очень красиво. И, кстати, буду показывать фотографии, обязательно покажу. Уже третий кардиган для сестры, третий, да? Мане, хорошо. Мане, пожалуйста. Спасибо большое, я так рада. Вот мои посетительницы сегодня, спасибо. Спасибо вам. Вот хочу вам показать. Видите, организаторы, они делают разные, организовывают вот эти вот фестивали пряжи в разных городах. Вот кто у меня заказывал, делал заказы, я вот такие карточки положила вам в посылочке. И здесь можно посмотреть вот даты и где проходит тот или иной вот фестиваль пряжи. Ой, извиняюсь, показываю вверх ногами. Вот здесь, с этой стороны, это все на 24-й год. И вот сейчас, смотрите, в августе будет воля фестиваль вот в Ганновере. Вот здесь написано, да? Так что можете зайти, у них здесь есть, подождите, где-то я видела, да, вот здесь, смотрите, есть инстаграм. У кого есть инстаграм или фейсбук, вот у них все здесь. И там можно тоже прочитать про все даты и города, где и когда будет проходить ярмарка или выставка пряжи. Рабочий день закончен. Мы не туда пошли, слушайте. Мы никакие. Ой. Так, показываю внизу, сама ничего не вижу, мы в лифте. Сколько было людей. Очень много было посетителей, очень много было гостей. Также много было моих зрителей. Абонентов приходили, мои зрительницы поддержали меня. Многие приехали издалека даже, многие недалеко здесь живут. Ой, подарили подарки, не только для меня, еще и Оле передали подарок, так как мы в Финляндии встречаемся. В общем, друзья, мы заехали быстренько в магазин, купили там воду и все остальное. Сейчас пойдем поужинаем, мы будем просто отдыхать, потому что, ну, я лично ног не чувствую, вообще ног не чувствую, просто. Ой, но интересно было и очень было хорошо. Мне очень понравилось, классно. Столько людей много было интересных. Я там познакомилась тоже с другими мастерами, мастерицами. Также увидела Элизабет, мы с ней вместе здесь. Вот она мне, кстати, сказала про этот фестиваль. Да, я говорила в самом начале, что это она мне сказала. Я ей очень благодарна, что я не знала об этом. И, ну, классно, в общем, друзья. Все, до следующего включения. Друзья, я познакомилась еще здесь на выставке с одной девушкой Олей. У нее очень интересное вот здесь изделие, связанное и сплетенное с такого шнура. Хочу вам тоже показать и познакомить вас с Олей и с ее творчеством. Оля, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Оля, скажите, когда вы этим занялись? Как вы пришли вот к этой идее, чтобы открыть свой магазин, шоп? Вот как вам эта идея пришла? Кто-то подсказал или вы сами давно об этом мечтали? Я мечтала об этом сама. Это было мое хобби, вязание. Начала я вязать шарфы, шапки. И потом нашла этот шнур. И мне очень понравилось вязать изделия для дома. Интерьерные такие? Аксессуары, да? Я смотрю, у вас такая очень интересная пряжа. Вот это вот что? Это такая подушечка, пуфик такой сделан, да? Это какой-то шнурочек такой интересный. Можно поближе посмотреть? Такая толстая пряжа. Она чем-то наполнена, да? Да, она наполнена. Очень модно тоже из этой пряжи делать сумки. Такой аксессуар, мягкий, тоже интересный. И изделия тоже для дома. Вот такая подушечка, для интерьера. Классно. Это вы все сами делаете? Я все делаю сама. И на выставках придаю пряжи. У вас есть также онлайн-шоп? Да, у меня онлайн-шоп. Я посылаю тоже. Покажите, пожалуйста, свою карточку. Я тогда покажу зрителям, чтобы могли тоже, кто заинтересовался, вас также посмотреть. Друзья, смотрите. И я сейчас вам покажу, у вас там QR-код от Instagram, да? Вы еще есть в Instagram. Спасибо и вам, Оля. Друзья, вот QR-код. Если вы хотите, пожалуйста, подписывайтесь на Олю в Instagram. Показываю для вас. Также продаются у Оли аксессуары. Кто тоже вяжет сумки, допустим, да? Смотрите, вот здесь вот такие ручки кожаные. Шнуры, рафия. Все. Если вы пожелаете, то вы тоже можете купить. Вот кто увлекается, например, тоже макраме или вот таким вязанием, интерьерным стилем. Смотрите, такие корзинки тоже можно плести. Вот это вот здорово. Оля, мне надо тоже к вам в шоп зайти. Мне вот эта корзиночка очень понравилась. Здорово. Спасибо вам большое. Желаю вам хорошего дня. И мы с вами еще увидимся. Пока. Закончился у нас второй день выставки. Сейчас через 15 минут уже будем собираться. Как видите, мои полочки прям опустили. Я уже там, где было пустое, я снизу брала наверх. Все заполняла. Но вот видите, как все опустело. Здесь тоже очень много купили. Одну пару носочков у меня тоже купили. Здесь тоже много различных мелочей. Вот особенно брали все вот эти вот стоперы для спиц. Здесь клубнички у меня были красные. Все разобрали цветочки. Здесь тоже у меня покупали вот эти вот для иголок подушки. Ну, в общем, потихоньку-потихоньку распродались. В общем-то, уставшие очень. И нам еще предстоит дорога домой. То есть сейчас все соберем. Это где-то еще около часа. И потом еще два с половиной часа мы будем ехать домой. Выставка закончилась. Мы едем домой. Уставшие, конечно, еще ехать нам где-то часа полтора. Может быть, будем дома. И я для вас на выставке поснимала. Также, какие там были мастера. Я со многими познакомилась. Также я познакомилась там с одной женщиной. Ее зовут Сабина. Она пряла на прялке. Очень интересно все рассказывала. В общем, друзья, там я снимаю на немецком. Вы можете включить субтитры. Вы можете включить и посмотреть перевод. Желаю вам приятного просмотра. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok и я субтитры сделал DimaTorzok. И это мой способ спинт. Я могу дым 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 дым, но я люблю этот дым дым дым, но я люблю этот дым дым, где ты не знаешь, что в конце концов, что вы не знаете, что в конце концов происходит. Все, конечно. И это вы фарбаете как Кампзюг, или? Да, это Кампзюг, который фарбается. Но мой оценок лежит на этих волос, которые я фарбаю. Я фарбаю себе, с жизненным цветом. И я потом в 100 градусах в баку. Я фарбаю в баку, и я фарбаю в баку. И я работаю в гранном ряде. Многие люди спинят, или филзают. Да, да. И я могу сделать что-то красивое. Да, да. Это практически Кампзюг. Это уже фарбается. Да, это уже фарбается. И это вот эти волосы, или? Да, да. Да, много различных цветов. И они тоже маленькие, не как Кампзюг? Да, это сейчас маленькие волосы. Я выбрала эти волосы из моего сорта. И они еще не фарбают. И они тоже очень маленькие. Не так, как Кампзюг, например. Да. Это специальные волосы. Все, конечно. Вау. Вы сейчас делаете это с красным цветом? А, окей. Вау. Вау. Как вы это делаете? Вау? Вау? Вау. Я тебя очень приймал в себе. И я видел мне иногда спину. И я сначала приймasse гид, а потом я начавал с кинуткой. Но это не так было. и я купил мне еще один маленький спиннад я купил на педали и я купил на педали на педали потому что уже в одной педали и теперь у меня есть два и это я сделал на педали Это можно приклеить вместе и снять, да? Это просто практический, чем все остальные, да? Да, да. Тогда можно не просто разобрать, да? Да, да. И это также подходит на машину. Я не очень хорошая машина. А, прекрасно. И когда я в отдых, мы уже в отдых в отдых. Или я тоже уже в Ирланд. А, в Ирланд? Да, в Ирланд? Да, да. И, да, и я в отдых в Ирланд. И я в отдых в отдых, потому что в таком ручке. И я тоже сидел на море и спонни, где я себя чувствовал. Да, это просто. И, как говорится, я не специально на это специальное ган. Я был в Оберсдорфе, в Надланд. Да. И, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok